Итак, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш эфир, бизнес-канал на Финам.ФМ. И сейчас время бизнес-класса, время того самого часа, час у нас эфира, время того часа, в котором мы встречаемся с успешными бизнесменами российскими и слушаем с интересом, слушаем, как стать таким успешным бизнесменом. Говорим мы на разные темы при этом и отвечаем на вопросы. Итак, тема сегодняшнего эфира «Как открыть городское кафе или бар в Москве» и в гостях Владимир Перельман, владелец iLikeBar. Добрый день, Владимир. Добрый день, Олег. Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень рад. Спасибо большое. Если позволите, полминутки я быстро поздравлю наших граждан, соотечественников. Немножко с опозданием, правда, с праздниками, со всеми. С огромной гордостью и радостью поздравлю ветеранов наших, которые подарили мне лично и всем вокруг и следующим поколениям жизнь. Действительно чудо огромное. И я надеюсь, что все вместе мы будем помнить замечательные эти светлые моменты какие-то. Спасибо огромное. Если среди наших радиослушателей есть возрастная аудитория, которая принимала участие непосредственно, очень надеюсь, что они все слышат. Спасибо, спасибо, Владимир. Я тоже на это надеюсь. Замечательные, замечательные слова. Итак, уважаемые слушатели, я напоминаю для вас. У вас есть возможность всегда присоединиться к нашей беседе, позвонив, либо написав. Позвонив по телефону прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495, либо написав этот вопрос на сайте компании finam.fm. Адресуйте его мне, адресуйте его Владимиру. Ну и, собственно, сами рассказывайте о том, насколько, на ваш взгляд, тема открытия городского кафе или бара актуальна, а в Москве актуальна или в России. Ну и с технической точки зрения, как это легко и просто. Вот об этом мой первый вопрос. Ну, вначале, Владимир, если не возражаешь, как эта идея вообще пришла в голову, как близок ты тогда, ну, сейчас-то понятно, к этой теме, да, как это случилось? Расскажи, пожалуйста. Ну, я пару слов, во-первых, скажу по поводу нашей темы, да. Городское кафе в общем и целом это такое немножко понятие расплывчатое. Если смотреть по странам мира, совершенно разные впечатления могут быть, когда ты идешь по городу. Ну, город, городское кафе, все понятно, да, ты проходишь, видишь некий, некий такой городской пейзаж. В Москве это понятие, оно совершенно искажено, на мой взгляд, потому как городское кафе может быть и рестораном, и баром, и в общем и целом таким... Ну, подожди, давай с самого начала, по полочкам, что называется. Городское кафе — это некое дематическое выражение, да, это некий термин. И он в Европе, как минимум там где-то за рубежом, представляет себя вполне очертаемые какие-то, да? Я думаю, что там такого термина даже нет. То есть это, в принципе, некое место, в которое человек любой абсолютно любого сословия, любой жизненной позиции, какой-то достатка, естественно, может просто зайти в качестве гостя утреннего, вечернего, какого угодно. Выпить, не знаю, все, что угодно сделать, да, то есть это совершенно такой досуговый центр, так это назовем. У нас это, в общем и целом, все-таки более серьезный ресторан, чаще всего, да, и городское кафе получило такое название, мне кажется, лет 7 тому назад, как-то вот это появилось, когда пошло от смешения кухонь все. То есть город многонациональный, мегаполис, городское кафе, и все это завертилось в такой ресторанчик, который может предоставить все на свете. Ну, то есть вот такое интересное. То есть вот идея городского кафе именно в этом, да? Да, мне кажется, что да. Это некое универсальное такое место, да, урбанистическое, наверное, поскольку это город все же, да, универсальный. Я могу зайти просто посидеть, я могу зайти поесть, я могу зайти попить, я могу зайти там, посидеть в интернете. Все на свете, абсолютно. То есть вот мне кажется, что да, это такая площадка для всех. В принципе, это получилось из практических бизнес-соображений очень простых, потому что чем больше аудитории. Давай поподробнее о бизнес-соображениях. Чем больше аудитории мы можем привлечь, тем, естественно, мы будем больше зарабатывать. Это логично. Делать упор, как это изначально было, например, в России, там, акцент ставился на итальянскую кухню, потому что она там максимально близка к русскому менталитету, хотя, честно говоря, я пока что еще в этом... Максимальной близости не увидел, да? Да, в своей профессии не увидел, потому что сейчас очень много катался как раз на майских праздниках и по виноградникам Италии, и был в таких интересных местах, в которых, может быть, не ступала нога туриста российского. И я, честно говоря, ничего такого общего с нашими вкусовыми рецепторами там не заметил. Ну, может быть, действительно, это как бы с нашей точки зрения, да, вот с российского обывателя итальянская кухня похожа. И причем, наверное, тоже очень узко эта похожесть может определиться. Вот для меня, как обывателя, да, мне очень напоминает итальянская пицца пирожки, которую бабушка пекла, потому что, я так понимаю, технологии примерно похожие, да? А если говорить, ну, я не знаю, о макаронах, да, о пасте, это макароны по-флотски, которые мама делала, когда-то... Абсолютно, конечно. Вот это схожесть некоторых именно блюд, которые в культ возведены в той и в другой стране. А если углубляться, да, глубоко в историю, в культуру, там... Я думаю, совсем по-другому. Конечно. Не будем отвлекаться, мы с вами на гастрономический лад переключились. И слюна у меня... Слюна деления повышенная сразу началась. Я тоже с радостью поел бы, конечно. Надо в следующий раз эфир организовывать как раз непосредственно... Нет, это будет неправильно. Мы будем жевать, и будет неслышно, что мы говорим. По очереди будем с такими табличками, как в шахматах, с часами. Это здорово. Как попал в этот бизнес? Попал, на самом деле, совершенно нежданно-негаданно на тот момент. Идея зрела очень давно. То есть я себе в какой-то момент моего развития и становления из юноши в мужчину понял, что ресторанный бизнес манит безумно совершенно. Ничего об этом не знал. Заканчивал я Плехановскую академию с вами пососедствую. Здесь рядом. Она уже совсем никакого отношения к общепиту не имела. Все-таки в советское время в общем и целом... А какой, кстати, у тебя там специализация? Специализация международных экономических отношений. Совсем другие. Ну, экономические, как минимум. Как минимум экономические отношения. Нет, очень интересно. На самом деле Плехановская дает огромные базисы. Конечно. Это отличенная тема. Лет в 17 я понял, что мне хочется ресторан иметь. И это было нежелание какого-то там избалованного подростка, которому хочется проводить это время. Ну, это естественно, который Плешку закончил на международных отношениях. Я думаю, что да. Сразу ставится такое определенное какое-то клиширование идет. На самом деле совсем все по-другому. Семья у меня классических музыкантов. В третьем поколении уже все из Московской консерватории. А у самого есть у тебя музыкальное образование? Ну, безусловно, конечно. Не высшее, но классические ударные. Да, вокал. И Гнесинку? Гнесинку не закончил. Мерзляковки. Собирался, честно говоря, так и заканчивать, но и не закончил ее в итоге. Очень много занимался. Вот. И в итоге было желание зарабатывать деньги. Честно говоря, огромные. Потому что, насмотревшись в Плехановской академии... Честно говоря, огромные. Или огромные. Честно говоря, огромные. Насмотревшись в Плешке на красоту жизни, Ну, правда, мне как мужчине захотелось. В общем, мы с вами прибылись к этому. Это нормальная... Я сейчас мимо проезжаю здесь, то Ломборджини стоит, то там, значит, еще что-то такое. Конечно, хочется. Лучше, если будете проходить мимо, проходите. Проходите, да. Это как раз тот самый случай. И стремился я к этому как-то ненавязчиво абсолютно. Я всегда занимался частным бизнесом. Коммерцией, наверное, так назовем. Это никогда не было работы на дядю, в кавычках. В таком общепринятом понимании всегда хотелось что-то делать. То есть ты не был наемным работником? Нет, я всегда крутился, перекручивался. Никогда не получилось у меня сделать ни одной серьезной сделки. Хотя я всегда об этом мечтал. Я думаю, каждый такой коммерсант молодой очень хочет, естественно, чтобы что-то срослось. Продать вагон сахара, когда есть на кирпичи. О, и сразу огромная куча денег. Не получилось, честно. Ни разу у меня такого не было, чтобы я сорвал куш, действительно, большой. Но, тем не менее, давало какое-то такое ощущение моей ориентации в пространстве. И несколько лет тому назад, собственно говоря, года три, я познакомился с людьми. Причем познакомился абсолютно такой на волне дружбы гулянок. Они серьезные питерские бизнесмены очень. Мы в Москве с ними встречались. Я их водил, показывал, приезжал к ней в гости. Абсолютно ничего такого. То есть это не деловое знакомство? Абсолютно дружеское знакомство было. И так оказалось, что совершенно случайно они были владельцами ресторанов в Доме кино. На Васильевской улице. В Питере? Нет, в Москве. В Доме кино. На Брестской у нас. Соответственно, сделали они там караоке-бар. Никакого отношения к ресторанному бизнесу они не имели на тот момент. Это была некая определенная статусная задача перед ними стояла. И этот бар в Москве иметь. В силу своих причин абсолютно. Естественно, он у них был в минусе. Что часто бывает. И как-то они ко мне проникли. То есть они его здесь открыли, поставили кого-то управлять наверняка. И поживали, жили-поживали. Абсолютно. То есть они год вкладывали, продолжали деньги. Надоело. То есть человек очень серьезных бизнес-принципов хотел вернуть все-таки то, что нужно. Свои задачи он выполнил. Определенные переговоры, которые нужно провел. Там, естественно, в общем и целом, насколько я знаю, старт ему дальнейший его уже серьезный карьерный лестниц тоже принес. Так что инвестиции были правильные. Но хотел вернуть. И я очень сильно за это его уважаю. Он прекрасно понимал, что я не профессионал в ресторанном бизнесе. Опыта у меня никакого в тот момент не было. Но видел во мне порядочного человека с горящими глазами. И, собственно говоря, поручил мне просчитать. Кстати, извини, пожалуйста, на твой взгляд, вот этого достаточно? У тебя нет опыта, да? У тебя нет какого-то, может быть, базовых знаний даже. Ну, за исключением, конечно, хорошего диплома. Но ты порядочен. Я извини, базовых знаний за исключением хорошего диплома. Это классно звучит. Базовых я имел в виду именно в этой отрасли. Ну, ты порядочен, и у тебя горят глаза. Вот этого достаточно для того, чтобы доверить тебе, ну, с точки зрения инвестора какие-то? Я думаю, смотрите, ситуация какая. Человек вложил сумму X и понимает, что он вложит сумму X, деленную на 3, ну, там, какую-то треть от того, что он уже вложил, уже не так страшно это потерять. Да, есть некая вероятность того, что, во-первых, получится. Во-вторых, если человек не привык отступать, кому-то все равно нужно это доверить. А рядом был я, и было видно, что я из понятной абсолютно семьи, из понятной истории. Но, более того, мне кажется, в любом бизнесе, который связан с большой-большой степенью коммуникации и зависит именно успех бизнеса от того, насколько ты плотно общаешься с людьми, с окружением, с командой, с гостями, там важен вкус, да. И, ну, ни для кого не секрет, что все знания, которые применимы в одном бизнесе, они точно так же применяются в другом. Поэтому это и бизнес, конечно. Да, естественно. Модели управления, они часто похожи, если мы берем операционные какие-то бизнесы. Ну, со вкусом мне повезло. Это очень сильно... Ну, это мама с папой постарались, конечно. И потом, если человек из музыкальной семьи, он по определению не может. Тем более, это же классическое, я так понимаю, образование. По определению не может. Страшное дело, уже нет таких практически, как я. К сожалению, да. К сожалению. Вот, я принялся. Володь, извини, пожалуйста, я тебя прерву. Сейчас у нас время послушать новости на Финам.ФМ. Очень интересные. А потом мы продолжим нашу беседу. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим на тему, как открыть городское кафе или бар в Москве. И в студии Владимир Перельман, владелец I Like Bar. Кстати, что это означает? Еще раз добрый день. Ну, это ничего не означает. Это хорошая игра слов, на мой взгляд. На самом деле, проект сетевой. Он разноконцептный. Соответственно, дальше мы будем открывать направление ресторанных разных кухонь, разных задач. К примеру, в ближайшее время мы будем открывать винный ресторан. Это будет I Like Wine. Это игра слов, ассоциация с Фейсбуком. При этом интересный логотип с пальцем нос, с такой, с каллиграфикой классная, к какому-то так, к отсылу, наверное, графическим гравюром старым. То есть, получилось очень здорово. Получилось хороший, красивый. Твоя идея или привлекали кого-то? Нет, я, естественно, сам придумываю все. Да, и мне очень понравилось то, что можно под единым названием соединить все-таки, под единой приставкой I Like, соединить разные дальнейшие названия и разные дальнейшие пути. А сразу была мысль о сети некой или все-таки? Да, да. Серьезно? Знаете, я вот как раз в перерыве сейчас подумал. Наверное, стоит сказать о том, какие стоят задачи. Мы с вами перед этим говорили о том, какие стояли задачи у моих партнеров предыдущих. У них стояли задачи определенные. Это были не бизнес-задачи. То есть, ресторанный бизнес в Москве, если говорить про Москву с точки зрения бизнеса, он имеет определенные правила игры свои. Сейчас очень важно удовлетворять всем тем требованиям. То есть, на самом деле, покупатель уже диктует в Москве 100% и довольно-таки давно то, что он хочет. Раньше можно было ходить в сумасшедший средний чек, делать, продавать 10 тысяч концов, я извиняюсь, за сленг наваривать и все что угодно. И на самом деле люди ходили. Все проходило это. Да, абсолютно. Сейчас мне хочется ориентироваться на самодостаточную аудиторию, на ту аудиторию, которая считает деньги, на аудиторию, которая ездит по миру, смотрит на Европу. Причем это абсолютно не какой-то хай-класс совсем уж такой, да, с сумасшедшими заработками. Это нормальный средний класс, который формируется и сформировался в определенном отношении в Москве. Очень здорово, что эти люди не стали хамами, как многие люди очень богатые во всех странах мира, да, это часто бывает. Люди бывают очень требовательные, очень относящиеся... Это все-таки разные вещи, да. С одной стороны, ты требователен, но ты держишь себя в рамках, ты просто объясняешь, что тебе надо. Хамить-то при этом абсолютно не обязательно. Вот, сформировалась классная параслойка людей, мне кажется, я это вижу по своим гостям, да, изумительно приятные люди, со многими близко дружу, со многими общаюсь и понимаю, что люди ходят туда, где, с одной стороны, им рады, с другой стороны, где цена соответствует тому, что они получают. У нас была задача следующая. Я все-таки считаю, что сверхприбыли уже в любых бизнесах в России, они... Это время ушло 100%, да, и не нужно ориентироваться на бизнес, как на какой-то конвейер по печатанию денег. Ну, все уже. Уже невозможно отбиться за год, уже невозможно за полтора и за два, и 3-5 лет — это хорошие показатели. Во всем мире эти показатели гораздо выше, сами прекрасно знаете. Конечно. Соответственно, задача очень простая. Задача — дать гостям больше за меньшие деньги. Вот я для себя эту задачу сформулировал вот такой фразой. И это касается абсолютно всего. Это касается и дизайна, да, который можно сделать лучше, можно сделать интереснее. Соревноваться в дороговизне дизайна бесполезно, потому что всегда найдется тот, кто сделает дороже. Это 100%. Если задачу такую ставить, да, надо дороже. Я считаю, что нужно сделать качественно всегда, и нужно людям показать, что мы на них не экономим, может, точно, да. То есть можно напихать на 30 квадратных метров 50 посадок и, возможно, генерить больше денег. Но, с другой стороны, мне, во-первых, самому очень хочется, чтобы люди сидели там не на табуреточках, а чтобы им было действительно приятно и здорово, потому что мы претендуем на некую гастрономию в еде, например. Да, я считаю, что вкус, он должен во всем быть. Соответственно, вкус в еде, красивая подача, красивая еда, красивая мебель без вычурности, а именно сделанная, ну, в соответствии с тем местом, в которое вы пришли. Очень много внимания уделяется именно авторскому дизайну, да, придумкам таким совершенно каким-то фантасмагорическим. Мы там люстры сами вырезаем из фанеры лазерной. Причем слово авторский здесь буквально это ты и, я так понимаю, твоя супруга, да? Моя супруга в том числе и архитектор, у меня замечательный, Евгений Пацкверия, прекрасный парень из семьи, очень-очень-очень творческой. Его дедушка, если я сейчас не ошибусь, был, по-моему, одним из первых людей, кто придумал шрифты. Это еще было, не знаю, сто с чем-то лет тому назад. Кирилл и Мефодий. Практически, да. Вот, и он одарен действительно очень здорово и плюс ко всему он умеет руками и хочет что-то делать. Смотри, очень интересная тема. Вот мы сейчас затронули именно авторский подход к тому, что я делаю. Авторский. То есть не просто, да, это я делаю своими руками, а это я делаю вот отсюда, из своего сердца. Но если позволишь, прежде чем мы об этом поговорим, ответим на вопрос. Есть звонок. Семен, добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, спрашивайте. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, Олег. Добрый день, Владимир. У меня вот идея возникла открыть бар в своем городе. Я из Нижнего Новгорода. Но проблема в том, что вот как привлечь людей в новый бар? Я совершенно не понимаю. Ведь люди по барам ходят, ну, чтобы бухать, откровенно, да, и как их привлечь, вот, я не могу понять. Скажи, пожалуйста. Может быть, стоит кокаина подмешивать? Не надо ничего поднять. Или, может, голых теток пригласить, они будут грудями махать. Вот, я не знаю, что бы вы посоветовали для того, чтобы... Я думаю, что вам нужно первонаперво определиться с концепцией все-таки, да, если это бар в понимании питейного заведения и только, да, и там не будет никакой еды, условно говоря, да, то есть минимализм в еде и максимум акцент на бар. Тогда, наверное, стоит понимать, в какой момент люди приходят пить, и это логично, да, у нас страна пьющая, да, и вообще, в принципе, везде люди очень активно пьют. Это чаще всего выходные, пятница, суббота. Соответственно, любой бар, который ориентирован на то, чтобы там напоить как следует народ, он предполагает собой определенные временные рамки, да, ну, допустим, с шести вечера. Люди закончили работать, это первая волна пошла, другие поехали переодеваться, приехали в девять вечера, и вот так вот до одиннадцати часов есть некий зазор, пока люди не рассосались дальше уже немножечко под шофе, по клубам, не знаю, кто... Продолжать вечер, продолжать вечер. Как молодой человек, который нам позвонил куда-то смотреть на девушек. В общем, тут нужно думать, прежде всего, что ты хочешь сделать и для чего. А привлекать гостей, ну, это такая тема для маркетинга, и вообще, в принципе, это размышление очень серьезное, и здесь, ну, комплексный подход. Вот, то есть про него я могу очень долго сейчас рассказывать, я думаю, просто все запутаются, во-первых, а во-вторых, ну, очень большой будет объем информации. Я могу вкратце пробежаться, на самом-то деле. Ну, давай мы об этом чуть позже, потому что наверняка ведь и твой собственный бизнес, он подразумевал, да, маркетинговые раздумья, маркетинговые идеи. Я все-таки хотел бы вот сейчас вернуться к разговору о авторском, о твое личное «я». Все-таки это не ограничивается, да, хотя это и тоже очень здорово, да, что я делаю собственными руками, потому что я как бы самовыражаюсь в этом случае. Но вот все остальное, да, с авторской точки зрения, все остальное, да, ну, через себя как-то. Смотрите, вот здесь-то история очень простая. Вовлеченность в процесс на этапе становления любого бизнеса, она от владельца должна быть стопроцентной. Если этого не делать, то нельзя себя считать владельцем, во-первых, во-вторых, иметь некую принадлежность к этой профессии. Очень громкое слово «ресторатор», которое я не люблю, оно, наверное, все-таки под собой подразумевает именно того владельца, который работает по-настоящему. Это не просто человек, который вложил деньги. Да, но это инвестор, человек вложил деньги, это инвестор, да? Я в данном случае это тоже вкладывал, естественно, потому что это был свой проект, и нужно было это сделать. Тем не менее, через меня проходит на этапе открытия ресторана в общем и целом абсолютно вся информация. И это начинается от того помещения, в котором будет ресторан будущий, от его поиска. Это делаю тоже только я в общем и целом. Подожди, это делаешь ты физически или принимаешь решение ты, а занимаются, как у меня девочка знакомая, специально обученные люди? Вы знаете, специально обученных людей в этой сфере, мне кажется, очень мало. То есть людей, которые действительно понимают, что нужно для ресторана, какой там список задач. Но есть критерии определенные, понятно, что электричество и еще что-то нужно увидеть. И дальше должна сработаться чуйка. В общем и целом бизнесмена, который этим занимается. И вот здесь опять тот самый авторский подход. То есть одних сухих параметров, если мы говорим о помещении, одних сухих параметров недостаточно. Я не знаю, 100-120 квадратных метров. В сетевом формате можно, понятное дело. Возьмем, не знаю, любую сеть. На обум, Тануки, допустим. Понятное дело, что у них наверняка расписано ТЗ, причем более чем подробно. И они могут фильтровать очень быстро. И более того, он о них работает, наверное, по Москве, я так думаю. Потому что темпы открытия сумасшедшие совершенно. Когда мы делаем авторский проект, опять, о чем мы говорим? Нужно находить место самому, нужно его смотреть и вообще понимать, есть там что-то внутри или нет. Мы открыли проект на Шаболовке. Абсолютно тихо, абсолютно темный, в темное время суток. Во дворах где-то, я так понимаю? Нет, это не во дворах, это первая линия Шаболовки. Но при этом... Там трамвайчики до сих пор ходят. Хотел я их обклеить рекламой какой-нибудь провокативной, но что-то так и не дошло. Уже очень много гостей пришло, само по себе, очень приятно. Вот, соответственно, абсолютно такое место двоякое и не было такого стопроцентного ощущения успеха в дальнейшем. Тем не менее, я почувствовал, увидел, посоветовался с партнером и мы поняли, что да, здесь получится сделать что-то стоящее. Соответственно, начиная от этого, от поиска, а дальше все блюда, все логотипы, весь фирменный стиль, бумага для меню и так далее и тому подобное, все должно быть в единой в какой-то картинке, которую, наверное, в данном случае только я один и вижу. Потому как штат большой, безусловно, есть управляющая изумительно совершенно, есть супруга, которая по совместительству пиар-директора и очень много помогает и много понимает, что нужно для развития ресторана. Но, тем не менее, целостность картинки, скорее всего, только у меня в голове в данном случае есть, то, к чему мы идем. Потом ресторан, он очень живой и меняться нужно ежедневно. И все время есть ощущение тревоги внутри, на самом деле. Подожди, подожди, вот это мне интересно. Живой он с какой точки зрения живой? С точки зрения, скорее всего, с точки зрения аудитории. То есть можно ведь играться до бесконечности. Можно работать до 11 вечера, до 12, до полу первого, до последнего гостя. Ну, как минимум, попробовать надо, да? Можно с 7-8 утра. Это совсем маленькие какие-то шажочки, которые можно сделать. Можно работать с обедами без обедов. Я имею в виду там бизнес-ланч. Можно подавать в ночью только десерты. Ну, то есть вариации миллиона. И все это отражается на публике. И каждый раз, когда ты принимаешь любое самое маленькое решение, вроде которое можно шашкой махнуть, и как бы все, ничего страшного не произойдет. У меня лично очень сильно бьется сердце за это, да? Потому что я переживаю... По поводу того, что не изменится ли публика, да? Безусловно. В смысле моего решения. И вообще, в принципе, ее количество. Да, да, да. Публика у нас поменялась. Мы работаем с сентября того года. Еще года нету. Очень было много молодежи в начале. Сейчас появилась более возрастная публика, которая хочет более... Ну, это реакция на твои какие-то действия? Или так случилось просто? Думаю, что да, 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 да. Это планомерный такой подход. Хотя, с другой стороны, хочется очень все-таки, чтобы люди были ранжированы не по возрасту, опять же, и не по достатку, а по какой-то вот... По какой-то душе, наверное, по внутренности, да, человека. То есть хочется, чтобы были и 20-летние, и 50-летние, но при этом это были люди одного поля ягоды, так скажем. Это сложно. Вот здесь как раз нужно очень здорово лавировать. То есть здесь нужно на изменение ситуации, когда чуть-чуть идет перевес с одних сторон, там чуть-чуть больше молодежи. А как ты следишь вот за этой измененной ситуацией? Ну, хожусь. То есть ты ежедневно просто вот, да, сидишь и смотришь? Ну, я там не то что сижу, я бегаю все время, активничаю. Ну, то есть присутствуешь ты, тем не менее. Да, плюс ко всему, ну, понятно, есть экономические показатели, есть отчеты. Можно смотреть миллион всего, что продается по блюдам. Надо находиться в ресторане. Вот тут-то как раз я чуть-чуть и боюсь масштабировать, потому что не получится. Еще раз новости послушаем, потом расскажем. Да, конечно. Я с радостью. Итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Владимир Перельман, владелец I Like Bar. И мы говорим на тему, как открыть городское кафе или бар в Москве. Ну, вещь такая достаточно. Я так тебя слушаю, слушаю, слушаю. Непростая все же, да, Володя? Вы знаете, ну, на самом деле, риски велики, честно говоря. Потому что, мне кажется, это один из немногих бизнесов, где вероятность облажаться есть абсолютно во всем. Это начиная от хостес, который некрасиво встретил, а как-то не так, допустим. От настроения гостей, что еще более сложная история. Нет, ну подожди. Здесь такой частный случай, ты говоришь. Нет, я вам сейчас могу просто несколько примеров привести. Будет понятно, что бизнес зависит реально от всего. И тут именно вероятность человеческой ошибки, человеческий фактор, он очень-очень большой. Потому что, когда пилот самолета, он один отвечает за полет, условно, и диспетчер, да. А в ресторане получается, что этих пилотов 10. Это повар, причем поваров в этот момент может быть 12 человек на кухне, например. Это официанты, которых тоже много и так далее и тому подобное. То есть каждый может облажаться. И это очень, на самом деле, довольно-таки страшно. Потому что, может быть, идти все прекрасно. Очень много было у меня таких примеров, когда изумительный банкет проводится. Или вообще отличный вечер. И потом вдруг какой-то маленький-маленький косячочек и все. И все на смарку. Настроение испорчено, да. Либо ты даришь гостю бутылку, либо ты даришь ему ужин. Очень часто бывает. Успокаивая при этом. Ведь все люди, представьте, да, у нас работают 80 человек на предприятии. В смену, допустим, около 30. И понятное дело, что девчонки молодые. Ребята, у кого-то настроение лета, погоды, машину надо купить, кредит заплатить. Вчера выпили, сегодня вышли на работу. Ведь очень-очень все то же самое. Так же, как мы живем в гости, приходим в ресторан в разных состояниях души. Точно так же и люди работают. И вот здесь как раз близость двух людей, незнакомых, да, ну, либо пласта людей, да, ресторана и человека, она вот очень-очень опасна. И здесь задача любого ресторатора действительно самому, наверное, на первых этапах хотя бы где-то полгодика создавать ощущение того, что о человеке думают постоянно. Это касается интерьерных моментов, это касается звука, громкости, то есть ощущения комфорта. Гостю должно быть ненавязчиво приятно и комфортно понимать, что о нем думают. И любому человеку льстит, когда о нем, если сейчас придет президент страны и поздоровается с нами двумя, мы будем счастливы, скорее всего, вне зависимости от наших отношений, либо пристрастий политических. Но, тем не менее, человеку-гостю всегда приятно, если они понимают, что владелец носится и огурки поднимает, допустим, с пола или что-то еще произошло. Это всегда многое прощается за это, да. Как только ты начинаешь относиться на равных и не боишься абсолютно за то, что ты сейчас возьмешь швабру и помоешь пол, утрированно говоря, люди это чувствуют. Хорошо. Люди, ты имеешь в виду, твои сотрудники. Нет, гости и сотрудники, в том числе, и про них-то уж совсем молчу. Естественно, только лично, например, нужно показывать, как нужно что-то делать. А нет ли вот здесь, как бы, второй стороны медали, другого конца этой палки, что сразу начинаются вот это фамильярные отношения по плечу, там, Володя, как дела? Вы знаете, ни разу не было. У меня ни разу не было. У меня получается подбирать людей. Я их вижу, чувствую. Но опасность такая есть, согласись. Она, безусловно, есть. Тонкая грань. Нет, а здесь же вообще все просто. Есть два пути управления. Либо диктатура, либо не диктатура. Не диктатура. Я не диктатор. Демократия. Демократия, да. Я не могу быть диктатором, потому что, ну, в силу воспитания, в силу характера, я не могу бить людей постоянно, утрированно говоря. Хотя, опять говоря, вот, да, у любого бизнесмена, тем более у владельца собственной компании, у него должны, наверное, да, должны быть чисто человеческие, чисто там какие-то внутренние границы. Нет, 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 я имею в виду набор качеств каких-то, какие-то качества. И вот мне кажется, как раз вот эта вот склонность к диктатуре одна из самых главных, что человек, который владеет собственным бизнесом, он в какой-то момент должен вот так вот шарахнуть по столу и сказать, а если у тебя этого нет, то и бизнес у тебя. Я думаю здесь, вы знаете, я бываю очень строгим человеком, как и многие, наверное, мои коллеги, но я вот для себя формулу создал очень простую. Нужно, чтобы люди работали и не боялись, что их накажут, и не боялись сделать что-то. То есть не из-под палки, да? Да, не боялись получить наказание, если они что-то сделают не так, а чтобы они боялись подвести меня. Вот если получается создать такую ситуацию в работе, когда человеку, ну когда он боится просто, что он действительно меня подведет, ему будет стыдно смотреть мне в глаза, если так получилось, то это все, это успех 100%. Я так вижу. Ну нет, я с тобой соглашусь, наверняка, я боюсь только к этому сложно прийти. Все-таки опять, да, 80 человек у тебя и каждому вот, с каждым из твоих сотрудников вот на таком уровне, да, взаимоотношения выстроить, это как минимум надо много времени, ну и, наверное, слишком много усилий. Во-первых, я много разговариваю с людьми, это очень важно. Во-вторых, цепочка, да, то есть себе подобного нужно всегда, да, следующий идет управляющий после меня. Такая же по взглядам, такая же, во многом гораздо более мудрая, чем я, женщина. Более зрелая, более состоявшаяся, с большим опытом ресторанным и абсолютно понимающая то, что я хочу. Она подбирает менеджеров, которые точно так же к ней придут, и я уже прекрасно понимаю, что это будут те люди, которые должны быть. И так далее идет абсолютно по цепочке. Вот, давайте ответим на вопрос, который нам прислал. Да, да, давайте. Так, и так Иван пишет. Есть желание открыть передвижное кафе. И дальше, собственно, свое желание Иван нам объясняет. Проект у крупного офиса поставить красивую артовую машину или прицеп с аппаратами для кофе. Примерная цена кофе 50-100 рублей. Распространить листовки и сделать вирусную рекламу по зданию. Получать деньги за оборот. Кто откажется от большой чашки хорошего кофе утром за приемлемую цему. Но я боюсь, пишет Иван. И правильно делает. Как думаете, идея живая? Стоит ли это? Вы знаете, с точки зрения законодательства не скажу. То есть я точно не зондировал эту почву. То есть поставить машину, насколько это возможно. Насколько это возможно. Думаю, что возможно. Что-то же стоит у нас в городе, в общем, на каких-то там началах. Не важно. Извини, пожалуйста, поясни. Я так предполагаю, конечно, ответ на этот вопрос. Красивую артовую машину. Артовую. Это от слова арт. Да, искусство, видимо. Расписную. Айкетчер, да. Привлекающий взгляд. Привлекающий взгляд. То есть, видимо, молодой человек хочет сделать какой-то, ну, такой. Оазис некий. Эффектный. Эффектный, да, оазис. Что касается офисов. Ну, давайте представим на секундочку ситуацию. Я понимаю, что она будет, наверное, не совсем близка к той, о чем думает Иван. У Москва-Сити. Поставим мы сейчас машину эту. Ну, во-первых, где мы ее поставим, это один вопрос. Ну, допустим, мы нашли, где поставить. Я думаю, что, ну, при том количестве маленьких кофейн, заведений, всех мастей в Москва-Сити, которые есть, ну, вряд ли кто-то пойдет под дождем. Надо понимать, что очень много разных факторов есть. Специфика погоды московской, да. Восемь месяцев в году не хочется выходить к фургончику, хотя он прекрасен. Плюс ко всему, там можно курить, например, там нельзя. Ну, условно, да. Плюс ко всему, здесь есть сэндвич, здесь нет. Ну, и так далее, временные рамки. То есть, нужно очень хорошо думать на эту тему. Если есть некая возможность эксклюзива, да, вот, например, наша, опять же, ситуация на Шабловке. Мы понимаем, что у нас не так много конкуренции в нашем сегменте. И мы открылись. То же самое, если в бизнес-центре есть одна столовая унылая, но при этом работает 2000 человек, людей, и сделать некий какой-то отличающийся сильно по качеству предложение, то, безусловно, это должно пойти. Наверное, нужно это просчитать, наверное, нужно подумать. Ну, что касается продавать за 50-100, здесь нужно точно цифру понимать, потому что себестоимость кофе, она понятна, а наценка, она, в общем и целом, тоже понятна. То есть, 50-100 разница в два раза, нужно все-таки подумать, сколько оно должно стоить, и подумать над сопутствующими товарами. Есть одна очень простая история в Москве. Опять же, во всем мире совершенно по-другому. Люди готовы приходить выпивать, готовы приходить пить кофе, но у нас люди хотят есть всегда. И рестораны, и их примеров не очень мало, которые открывались с предложением и с акцентом, допустим, на вино, допустим, на алкоголь, допустим, на кофейную тему, но при этом не было сухов, горячего, холодного, холодца не было, селедки посудили, еще что-то. Сначала десертов, наверное, не было просто, а потом уже понеслось. Много чего не было, да. То есть, тут нужно думать над сопутствующими какими-то штуками. То есть, я сейчас, на самом деле, стою сам перед лицом определенной такой идеи, определенной своей задачи, я хочу сделать сетевой проект. Он уже не будет таким авторским, наверное. Подожди, другой проект, да? Да. Ну, это параллельная ветка будет, это будет меньшего размера заведение. У нас сейчас большой ресторан, 400 метров, он действительно такой приличный. Сейчас еще добавится, дай бог, 200 метров, получится 600. Это большой-большой ресторан. А мне хочется делать небольшие европейского типа заведения, масштабировать их. Они попадают под определение городского кафе? Вот те, которые ты пытаешься? Да, я думаю, да. Как раз они и есть. Там будет меньше ассортимент, но он будет гораздо чаще меняться. И будет интересно, будет здорово, и будет то, чего нет у Москвы. Пока не буду рассказывать, скоро, конечно, откроемся. Пока не надо, будет интрига. Поэтому нужно к вопросу Ивана все-таки точно понимать свое конкурентное преимущество и точно понимать, для чего ты это делаешь. Либо у человека есть свободные деньги, он хочет их вложить. Тогда ресторанный бизнес, на мой взгляд, вот в такой конфигурации не самый выигрышный. Точно уже. Потому что ошибиться с партнером возможно. Аналитики как таковой особо нет в ресторанном бизнесе, да и более того, рисковость тоже не просчитывается. Так что Ивану желаю удачи и подумать, как следует. Хорошо. Спасибо. Спасибо тебе, Владимир, за ответ. Кстати, по поводу рисков, да, судя по твоему рассказу, тут кругом одни риски сплошные. И риски. И риски, да. Давай вернемся к конкуренции. Заговорил ты о том, что конкуренции по сути нет, да, вот в твоем. Это отдельный сегмент. Это я про район, конечно, сказал. А, вон он. Конечно, про район. Нет, конкуренция, она есть, она огромная. И огромная настолько, что многие маститые возрастные и крутые рестораторы некоторые свои проекты закрывают. Лишь только потому, что есть действительно сильная конкуренция. Серьезно. И лишь только потому, что тяжело контролировать, наверное, такое количество проектов. Ну, у Аркадия Новикова, допустим, около 50, я не знаю, сколько сейчас осталось ресторанов. Но я не представляю, как он это сделал. Это фантастика для меня, да. То есть это, наверное, образец для показаний. Ну, и тем не менее, он ошибается, да, наверняка. Может быть, не он, может быть, команда. Но ему не страшно уже ошибаться. В общем, в целом, можно. То есть, подожди, мы говорим о конкуренции, в принципе, в сфере питания, да, я так понимаю. Поэтому, если и заниматься, да, ресторанным бизнесом, то нужна какая-то свежая идея, вот эта, о которой мы сегодня говорим. Я думаю, что две вещи. Свежая идея, подход. Мы ничего экстраординарного не делаем, да, но мы стараемся делать каждую услугу, которая предлагается в нашем заведении, максимально качественно ее сделать. Просто стараемся это делать. И не всегда получается. Но, тем не менее, завоевать гостей очень сложно. На самом деле, можно, наверное, сталкивалась ситуация, когда ты не знаешь, куда пойти вечером сегодня. Допустим, наступает суббота, и ты созваниваешься с друзьями, думаешь, куда же пойти-то, ребят. Вроде место миллион, а каждый раз ты думаешь, куда идти. Это, на самом деле... Ну, там решается очень просто, да, куда поближе. Куда поближе, где пиво похолоднее. Ну, и совершенно верно. Или вино поинтереснее. Да, но тут вопрос, опять же, в каком месте мы открываемся. Можно открыть на Золотой улице Новый Арбат что-то. Абсолютно, я уверен, 100%. Не факт, да? Да нет, конечно. Нет, но, вы знаете, есть вот, что касается Нового Арбата, есть определенный такой постулат, который я наблюдаю лично несколько лет подряд. Сетевые проекты, которые только входят на московский рынок, открывают первый и второй, наверное, проект на Арбате, либо Тверская, либо какой-то бульвар, понимая, что там возможно будет ноль или минус. Но это имидж, это бренд, это реклама. Понятное дело, что Арбат сумасшедшее место с точки зрения проходимости и проездного трафика. То есть в этом смысле они сознательно идут на возможные убытки, да? Да, но это вот такой маркетинг. Поэтому место не определяет точно. Сейчас в Москве я это понимаю. Есть много проектов дружественных мне людей, которые создают рестораны, где бы я бы никогда в жизни вообще бы даже не подумал его открывать. Но, тем не менее, есть фишка, есть идея, есть либо авторский подход к кухне, либо владелец сам шеф-повар и понимает, что он будет делать, что он сам поедет на охоту, убьет кабана и приготовит из него котлеты или суп потом. То есть вот такие моменты сейчас людям интересны. Да, действительно, вот формируется поколение, которое хочет искать что-то новое. И много очень паназиатских веяний пошло, и разных других каких-то. Япония уже, японская кухня чуть-чуть отходит. Но, тем не менее, всегда будет там превалирующая масса гостей и ресторанов, которые будут ходить за хорошим стандартным качеством, чтобы их ожидания были оправданы навсегда, чтобы было единство того, что они получают. Чтобы Цезарь как год назад был одинаковый салат, точно так же, чтобы он был через год. То есть опять я задаю вопрос, да, вот мне захотелось что-то, ну, там, гастрономического попробовать, да, чтобы это было вкусно. Ну, я знаю, сколько это стоило. И я иду именно в то место, я знаю, где меня не обманут. Да, например, то есть вопрос, с какой целью идёте. Либо гастрономическая идея вечер привести. На самом деле, мне очень нравятся такие походы. Я люблю пойти в какой-то ресторан и устроить. Покушать. Великое пиршество, не обязательно переедать, но чаще всего так и получается, потому что хочется попробовать всё, если интересный ресторан. И сейчас в Москве много людей, которые так делают. И по миру катаются, и у нас, собственно, в городе. Вот. Что касается конкуренции, мы, видимо, после рекламы продолжим. Мы новости, новости послушаем на финансовом. Отлично, спасибо. Потом продолжим. Итак, друзья, остался последние 12 минут нашего эфира. Так о многом ещё хочется поговорить, поэтому сразу же мы, да, Володь? Я перебью, я услышал в очередной раз название передачи и понял, что бизнес-класса, к сожалению, за такой короткий срок не получается. Ничего страшного, ну, какой получается? Это я напрашиваю из гостей. Да, естественно, естественно, я уже это понял. Значит, кстати, отвечает на, да, на твой совет, отвечает Иван. Ладно, говорит, теперь точно не откроюсь. Спасибо. Ну, я вот человеку только что мечту какую-то порушил, не хотя. Нет, ну, на самом деле, мне кажется, Иван уж, да, слишком активно принимает стратегические решения, потому что из твоих слов... Это же мнение. Конечно, во-первых, это мнение, а потом из твоих слов было понятно, да, что существует огромное количество нюансов, которые просто нужно учесть, правильно, для того, чтобы однажды не остаться у разбитого корыда. В частности, вот маркетинговые все вот эти вещи, маркетинговые идеи, это всегда очень важно в любом бизнесе, ну, и на твой взгляд, да, как это... Вы знаете, я сейчас пару вещей скажу, они, наверное, будут как-то нелепо слегка звучать. У меня опыт двух ресторанов есть. И что первое место, там, четыре ресторана до этого закрывалось, за два месяца вышло какие-то космические плюсы, и это редко бывает в ресторанном бизнесе, на самом деле. Много моих коллег, ну, полгода-год могут терпеть хорошие убытки, сопоставимые с, там, половиной стоимости инвестиций в сам ресторан. Операционный минус, я имею в виду. Вот, мне очень сильно повезло. И с первым, со вторым проектом, с первого месяца, во втором проекте, вот сейчас, в собственном, в I Like Bar, я в плюсе с первого месяца, это, на самом деле... В плюсе с первого месяца? В плюсе с первого месяца. Это я не отбился, не отбил инвестиции, это просто операционный плюс. То есть, когда мне хватает на аренду, зарплату на все на свете, и остается еще на хлеб с маслом. Вот, это редкость для ресторана. Это действительно здорово. При том, что проект большой, и, понятное дело, что инвестиции было довольно-таки прилично. И вот я как раз о чем хотел сказать, что я не до конца понимаю секрет успеха. Почему это произойдет? Честно говоря. То есть, я знаю от А до Я, что нужно делать с маркетинговой точки зрения. Я знаю все механизмы. Хотел сделать нетривиальные какие-то штуки. Я их делал, пока еще перетяжки были не запрещены, и вешал там смешные слоганы. Что-то придумывал такое нетривиальное, развешивал. Это, на самом деле, я ее отношу к разряду гениальных идей. Я уж извиняюсь за отсутствие скромности. Мы повесили два года назад на всех столбах в районе белорусской арбузы в авоськах. И написали там нашу рекламу. То есть, мы залезали на лестницах. Я лично это сделал. Там на трехметровую высоту висели арбузы. Их, естественно, снимали, фотографировали. Было смешно очень. Я уж не знаю, какой отклик произошел. Но мне было фан. То есть, это действительно было здорово. И вот такого рода маркетинг. Иван, кстати, использовал в предыдущем сообщении термин вирусной рекламы. Это, наверное, что-то нечто похожее. Наверное, все-таки вирусной называется именно не раздача листовок, а какие-то нетривиальные совсем идеи. Вот это отдельная часть. Мы ее сразу в сторону убираем. Когда ты что-то придумываешь такое, чего никто не делал, это весело, здорово. Например, сеть Мипиачи несколько лет тому назад вешала билборды с очень смешной девушкой. Она до всех пор висит, эта девочка, да. Но, с другой стороны, смотри, ведь не факт, что именно эти вот, да, нетривиальные, как ты их называешь, маркетинговые ходы и приводят к... Я их прямо отодвинул именно поэтому. То есть, это доп. Да, и есть огромная рутинная часть. Во-первых, тебе не должно быть стыдно за то, что ты рекламируешь. Это секрет любой рекламы. Реклама, и я как раз не понимаю тех счастливцев, которые умудряются продавать что-то в неких магазинах на диване, например. Мне кажется, полную ерунду продают, но, тем не менее, наверное, тоже свято верят в то, что это здорово. Ну и вот здесь тогда, да, вот этот, как это, великий двигатель рекламы. Абсолютно. Смотрите, да. Нужно верить. Нужно верить в то, что ты продаешь. Более того, нужно в ресторане создавать штучки какие-то, вот я именно таким словом это назову, которые могут стать рекламным поводом в самом ресторане. Это смешная подача чего-то, блюда, коктейли или еще что-то. Это какие-то салфетницы мы сделали в виде лайка, потратили на них кучу денег, но они прикольно, их воруют, значит, здорово все. Это... И причем все это делается в расчет на то, что человек, да, пришел в ресторан, все это увидел, потом пошел, рассказал кому-то. Ну, безусловно, это картинка, которую мы создаем, да. Очень много используем книг и в таких ракурсах, в которых мало кто использует, там, подставка для... В туалете вместо ноги есть книг идет, да, стеллажи кривые из книг, очень смешные и забавные. То есть много-много поводов нужно создавать, которые потом в дальнейшем помогут людям сарафан включить. Это важно. Плюс ко всему, ну, есть в Москве уже определенные трендовые штуки. Это веранда, большая, красивая, с кондиционером, без кондиционера, открытая, закрытая, какая угодно, уютная, замечательная, плюшевая и веселая. Все курят кальяны, всем очень все здорово. То есть веранда, мы понимаем, что это акцент, на который нужен в Москве уже в московской действительности. Если ты открываешь городское кафе, модное место, ты должен, as a must, это должно быть, сто процентов. Плюс ко всему, очень много идет хрестоматийных задач. Это Facebook, все социальные сети. Это работа с критиками, с изданиями тематическими, афиши, Time Out, The Village и прочее, прочее, прочее. Это ежедневно работа именно над сайтом, над Facebook, для того, чтобы была жизнь, для того, чтобы это было видно. Плюс ко всему, в дальнейшем ты должен создавать... А вот в сайте нужен специально обученный человек? Безусловно, да, конечно, конечно, конечно. Человек должен следить, должны быть классные фотки. И все должно делаться дорого, вне зависимости от того сегмента, где ты работаешь. То есть полиграфия должна быть дорогая, фирменный стиль должен быть дорогим, бумага, все должно быть дорогое. Это люди чувствуют точно абсолютно. Ну, это, естественно, если мы открываем сеть пивников со средним чеком 100 рублей, не надо, чтобы было дорогим, это отпугнет, никто не придет, наоборот. Тем не менее, в нашем формате нужно, чтобы было здорово. И именно не кричащая какая-то прям кипучая смесь гордости и тщеславия всего на свете, а именно хорошая, интеллигентная такая прям выверенная классная подача. Здесь опять, да, логично вспомнить то, что мы начинали, да, поговорить о вкусе, о неком вкусе, да. Это дорого, это не всегда хорошо, дорого, это не всегда то, что нужно, да, а вот есть... А вот безвкусно, это всегда безвкусно. Во-во-во, даже если дорого. Вы знаете, есть еще небольшая проблема с нашей страной, честно говоря, точнее с людьми, которые ее населяют. Много людей, у которых нет вкуса, к сожалению, ни к чему. И причем это распространяется абсолютно везде, ни в одежде нет вкуса, ни в музыке, нет обаяния внутреннего какого-то, нет внутреннего вкуса к прекрасному, нет вкуса к еде в конечном итоге, да. То есть одному человеку это вкусно, и я иногда просто в полном шоке пребываю, мне рассказывают, я была в том-то месте или был в том-то месте, что-то съел, и это вкусно. Я понимаю, что, ну, это совсем невкусно, и есть это невозможно. И тут тоже нужно понимать, что нужно к реалиям к этим готовиться. Подожди, а вот есть вот проблема, смотри, я с тобой соглашусь, да, по поводу отсутствия вкуса, по поводу, ну, своеобразного вкуса, давай так это назовем, более корректно. Но с другой стороны... Да, что-то я прошелся как-то лихо, я извиняюсь. Нормально, 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 нормально. Смотри, но с другой стороны, вот, да, сейчас пафоса немножко нагоним, ты, как бизнесмен, у тебя есть все-таки некая миссия. Ну, опять-таки, если мы говорим, что ты бизнесмен не просто, чтобы бабок, да, бабок настричь, там, за короткий срок, а ты вот, действительно, вот отсюда, да, что-то людям даешь, ведь это так, в конечном итоге. У тебя есть некая миссия, да, ты признаешь, что вот части твоих потенциальных клиентов, ну, так, вкус этот самый хромает. И вот здесь два... Их минимум, слава богу. Да, соглашусь с этим, да, слава богу. Но, тем не менее, смотри, если на них ориентироваться, и здесь два пути решения проблемы, да, два пути решения проблемы. Либо ты все-таки с точки зрения вот этой миссии, да, предлагаешь им то, что их, ну, такой не очень убедительный, да, подход, их вкус все-таки сможет изменить, да, в ту сторону, которую ты покажешь. Либо ты, наоборот, к ним делаешь шаг на рейтинг и говоришь, ребят, ну, вам это вкусно? Ладно, я вам это сделаю, ешьте на здоровье. Вот идет мессия, процитируем название книжки Дины Рубиной, как раз, которая у вас недавно звучала, я так краем уху услышал. Ну, я еще раз говорю, извини за пафос, но тем не менее, в этом нет. Нет, я знаете, что скажу, я скажу очень простую ситуацию, так же, как у нас в персонале, я уже зациклился на этом, подобное к подобному, у нас нет гостей практически тех, которых не хочется видеть. Вот, честное слово, да, когда создаешь атмосферу, где какому-то определенной категории людей, извиняюсь, какой-то определенной категории людей некомфортно, не в силу того, что их там пинают или вышвыривают, да, а именно просто они понимают, что они не в своей тарелке и не в том социуме, они не приходят. Вот второй раз подряд, получается, у меня именно за счет вот этого подхода коллективного моего персонала, за что я ему безумно благодарен, создать такую атмосферу. То есть никто не намекает человеку, что он не пришелся ко двору, да, вот это важно. Нет, 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 просто человек один раз пришел и понял, что не то, не уютно, хочу пойти туда, где какие-то, например, этнические другие, там, принадлежности, еще что-то, то есть очень много вариаций. И нужно фильтровать-то не чеком, вот вы видите, в чем сложность-то большая, в среднем сегменте в формате городского кафе очень тяжело, потому что ты не можешь отсечь публику за счет дороговизны твоего предложения. А это проще всего, заметь, да? Да, безусловно. Это проще всего. Здесь не получается так. И вот здесь нужно именно атмосферой. То есть здесь делается все только атмосферой. Ту атмосферу, которую ты посадил, взрастил, она в конечном итоге дает некий результат вот такой положительный в виде того количества гостей правильного, подобранного и по формату, и по всему на свете, да, по каким-то принципам жизненным. Ну, а все-таки в разговоре о миссии. Миссия. Я безумно счастлив, что я стал участником этого парада, этого процесса, то, что я отношусь к этой профессии. Я надеюсь стать действительно нагоним пафоса ресторатором с каким-то, с именем не для бахвальства. Мне просто хочется действительно сделать много проектов. Действительно очень хочется, чтобы они были экономически эффективными. Я буду страдать безумно. Я знаю, что я, наверное, через это пройду, когда облажаюсь. Вот. Но надеюсь, что не так скоро этот момент. Я, извини, добавлю, что человек, который ни разу не облажался, ему сложно дойти чего-то. Ну, каждый день мы ошибаемся все равно. Конечно. Вот. Миссия. У меня нет миссии перевоспитать людей, честно говоря. Никакой. Я просто не воспитатель. И вы знаете, мне даже немножко, мы опять же затрагивали, мне даже иногда немножко сложно объяснить человеку, что ему нужно делать, потому что я предполагаю, что он должен понимать, да. А когда человек не воспитатель, вот так же, как музыканты. Есть изумительные исполнители и никудышные педагоги при этом. Есть наоборот, что мне всегда... Есть и наоборот, это вообще уникальный случай. Абсолютно, да. То есть я помню еще в то же время музыкой занимался, был на одном академическом концерте. И там как раз по какой-то причине замечательный просто вот глыба, понимаешь, пытался изобразить. И у него так это забавно получалось, что просто было не ловко. Я в данном случае не воспитатель, миссия не такая, но я хочу сделать много проектов для хороших людей, для интеллигентных. Какие-то будут атмосферные проекты, какие-то будут проходящие, может быть, для того, чтобы держаться на плаву, потому что на самом деле эффективность экономическая этого бизнеса, она такая довольно-таки шаткая. И по сезонности, и в принципе... Ну и учитывая, да, что там от многого зависит, да, очень от многого. Вот, поэтому что-то буду делать для того, чтобы это генерило кэш, говоря сленгом, свойственным вашей радиостанции, если можно. А что-то буду делать для души, безусловно. Ну и буду много путешествовать, стараться какие-то идеи не красть ни в коем случае, а просто пропитываться вот духом определенным. Кстати, вот эта твоя поездка в Италию, она во многом, да, как раз... Поездка была сумасшедшая, я, честно говоря, никогда так по Европе не ездил, Италия, Швейцария у нас была, потом мы в Лондон прилетели. Очень здорово, потрясающе совершенно. Много всего увидел, но не увидел ни одной идеи, которой у меня не было, к сожалению, пока что еще. А, даже так? Да, пока что так. Я увидел просто другую жизнь совершенно, и буду сейчас вот стараться, наверное, как-то вот с такой, с таким послевкусием приятным. Вот, вот, с точки зрения атмосферы, как раз это очень, это, да, то есть, неважно, ничего материального я оттуда не привез, но я как-то вздохнул вот этим другим воздухом, да. Ну, хочется, чтобы все было легче гораздо. У меня ощущение, именно легче, легче, да. Люди, чтобы были проще, чтобы было легче, чтобы было легче. Как это, как это называется? Нет, легато, это немножко другое. Легче, легче. Легче, легче, легче. Пиццикато? Пиццикато, это другое дело. Вот, меня вчера поразили наши гости, они приехали из Венгрии и привезли мне кучу каких-то съестных подарков, сказали, что я должен все попробовать и что-то интересное будет, и это меня удивило до глубины души. Мы не так близко общаемся, я их часто вижу. Володя, огромное спасибо, времени не остается, я должен тебя еще раз представить. Спасибо тебе, что нашел время. Владимир Перельман, владелец iLikeBar, был сегодня в гостях бизнес-класс. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, хороших выходных, всего доброго. Спасибо вам также, спасибо.